В Барселоне автомобиль въехал в толпу людей. Полиция уже назвала случившееся терактом. Трагическое ДТП в Минске. Автомобиль такси столкнулся с маршрутным автобусом. Все подробности уже через несколько секунд. После ЖКХ только потребитель. Самая близкая к человеку сфера услуг и самая проблемная сегодня обсуждалась в Совете Республики. Евгений Горин узнавал, что будет с тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Что дешевле, кредит или рассрочка? Где продать излишки урожая? Что делать со старыми мусорными пакетами? Об этом и не только. Через несколько минут в экономическом обзоре Наталья Надольская. Высотой в 2 метра и весом почти в тонну в Минске открыли бронзовый памятник Владимиру Мулявину. За историческим процессом наблюдала Виктория Ходосок. Срочные новости приходят в эти минуты из Испанской Барселоны. В центре города, в районе улицы Рамбла, микроавтобус совершил наезд на людей. Сейчас в сети появляются первые кадры с места ЧП. Сообщается о двух погибших. Есть раненые. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили площадь бригады скорой помощи. По некоторым сведениям, вскоре после инцидента в один из ресторанов города ворвались два вооруженных человека. По неподтвержденным пока данным, люди, которые наехали на прохожих, находятся в одном из баров. Помимо этого, очевидцы сообщают и о стрельбе на рынке города. Полиция назвала случившееся терактом. Мы продолжаем следить за новостями из Барселоны. В Минске выясняют обстоятельства трагической аварии, которая произошла сегодня утром. Автомобиль такси на въезде в город врезался в маршрутный автобус. В результате погибли двое. Еще двое в реанимации. Татьяна Ревизори с места трагедии. Авария произошла в начале восьмого утра на пересечении Минской кольцевой и улицы Мирошниченко. Рейсовый автобус поворачивал к диспетчерской станции, в то время как автомобиль такси въезжал в город. Такси летел на скорости большой-большой. Машину склепало страшно там. Водитель, только были видны руки и голова чуть-чуть. А напереди вот женщина была, ее выбросила сразу. Глядя на груду искореженного металла, нетрудно представить, насколько сильным был удар. В машине такси находилось четверо. Заблокированные бессознания на помощь водителю и его клиентам пришли спасатели. К сожалению, не обошлось без жертв. Девушка 19 лет. Она сидела на переднем сиденье, погибла на месте. Позже еще один пассажир, парень. Умер в больнице. По предварительным данным, никто из пассажиров и водителей такси не были пристегнуты ремнями безопасности. По данному факту, управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело по статье 317. В салоне автобуса в момент ДТП была только уборщица. Женщина, как и шофер на маршруте номер 24, не пострадали. Еще несколько часов пассажирские массы, смятая легковушка, находились в районе съезда с Кольцевой. Осмотр места происшествия проводили следователи, эксперты и сотрудники ГАИ. Фиксируются следы на месте происшествия, на основании которых будет назначен ряд экспертиз. Таксист и выживший пассажир сейчас находятся в Минской больнице скорой помощи. 30-летний мужчина и 19-летний парень поступили в тяжелом состоянии. В течение первого часа им оказана, на мой взгляд, высококвалифицированная медицинская помощь. В настоящее время больные находятся в реанимационном отделении. Состояние их остается тяжелое, пока они на искусственной вентиляции легких. Несмотря на то, что состояние пациентов оценивается как тяжелое, доктора отмечают прогноз однозначно благоприятный для обоих мужчин. Тем временем, обстоятельства смертельного ДТП продолжают выясняться. Финальную точку поставят следствие. Татьяна Ревизори, Анастасия Хоботова, Сергей Васюкевич и Павел Латышев, телекомпания СТВ. На счету белорусских хлеборобов уже более 6 миллионов тонн зерна. По количеству обмолоченных полей в лидерах Южной, Бресской и Гомельской области. Самый весомый на молот по-прежнему остается у Минского региона. Здесь рассчитывают на каравай весом в 2 миллиона тонн. К лидерам жатвы накануне присоединились гродненские аграрии. У них в закромах тоже свыше миллиона тонн зерна. А в Могилевской области сегодня чествовали аграрии в Шкловском районе. Они первыми преодолели рубеж по намолоту в 100 тысяч тонн зерна. Здесь же и самая высокая урожайность в регионе. В среднем с одного гектара убирает по 52 центнера. В Шкловском районе 10 комбайнеров-тысячников и 5 водителей, перевезших с полей более тысяч тонн зерна. На этой уборочной у нас урожай намного больше. Ну, оно тяжелее, как сказать, привыкше уже. Но больше настроения, радости больше убирать. В бункер сыпется отлично. Жалоба день и ночь. Мы планируем еще не меньше 30 тысяч тонн собрать хлеба. Особых проблем в этом году с уборочной компанией нет. Техника подготовлена. Топливо с помощью государства все организации обеспечены. Вслед за Шкловским 100 тысяч тонн зерна должны намолотить в Могилевском районе. Высокую планку там намерены взять сегодня к концу светового дня. Основные работы по уборке с полей зерна в Могилевской области планируют завершить до 20 августа. Торопятся и витебские аграрии. Подмочить репутацию северному региону нынешней ночью не удалось даже проливному дождю. В поля комбайны вышли чуть позже обычного. Правда, нюансы в работе с мокрым зерном все же есть. Какие, знает Анастасия Бут. Ливень, который нынешней ночью обрушился на Витебскую область, несколько изменил привычный график работы аграриев. Несколько часов комбайны вынуждены были простаивать в поле, в ожидании, пока солнце подсушит колоски. Мокрое зерно плохо просыпается через решето комбайна, а солома хуже срезается. В итоге увеличиваются потери. Стальной хватке погрузчика непогода не мешает работать. Под проливным дождем или палящим солнцем Александр Чижиков стабильно убирает спрессованную солому. По 100 тонн делаем в день. Работаем с 7 до 9. Ну, если уже большой дождь идет, тогда сыром могут тракторами резать поле, тогда помехи большой нет. Сын механизатора пошел по стопам отца и сейчас на практике в том же хозяйстве. Вместе с коллегами отвечают за исправность техники. И вот уж кому на руку несколько часов простое, так именно автомеханикам. Мы производим своевременное ТО, чистим комбайны, просматриваем все узлы, чтобы техника в поле вышла полностью готовой, чтобы не было простоев на поле. Круглосуточно кипит работа на зерносушилке. Производительность комплекса до 480 тонн. Хозяйство Рудакова в этом году радует и сухость зерна 17%, и его урожайность почти 63 центни раз гектара на треть выше прошлогодней. Чистого продукта получили более 7 тысяч тонн. Комитетам поставлена задача подготовить 900 тонн семян в план для Витебской области. На сегодняшний день засыпано уже 400 тонн. Это один сорт. И остальное будет второй сорт в бурту. И мы укрываем пленкой, чтобы зерно не замыкало. Дождь, в принципе, не мешает. Во время селекторного совещания президент поставил задачу завершить уборку до 20 августа. Южные регионы страны стремительно приближаются к финишу. На севере несколько запаздывают. Сегодня здесь убрано чуть более 50% площадей. Вал зерна 550 тысяч тонн. Витебская область намерена намолотить не менее миллиона. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. Ну а столичный регион сегодня поздравляет первых трехтысячников. Это братья Антипцевы. Работают комбайнеры уже много лет в хозяйстве Рачковичи Слудского района. Отмечали их работу не раз. Братья каждое лето вносят свой вклад в общий каравай. Старший Александр круглый год трудится в хозяйстве под Слуцком. Младший Владимир работает в Минске, но и с года в год на сезон уборочный берет отпуск и возвращается в родные поля. Эмоции хорошие, впечатляющие. Жать нравится, еще можно пожать. Не стремимся быстрее закончить. Полей еще много. Пожнем. В поле нельзя выходить без настроения. Должно быть настроение хорошее, боевое. Жали каждый день с утра, техника не подводит. Вот и нажимаем. Аграрии области собрали уже полтора миллиона тонн зерна и убрали 80% сельхозугодий. И это фактически финишная прямая. Что будет с ценами на тарифы? Одну из самых волнующих тем для белорусов обсуждали сегодня в Верхней Палате Парламента. Напомним, что с января в стране планируется стопроцентный уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, за исключением тепловой энергии. В этой связи в разговоре приняли участие и представители регионов. Все подробности у Евгения Горина. Каждый день на полигон Северный привозят по 300 машин мусора. Это одна из трех больших урн Минска. Работает с 1981 года. Сейчас уже на пределе. 30 сентября полигон примет последнюю тонну отходов. В дальнейшем эти автотранспорт с этими отходами, которые послали на этот полигон, будет перенаправлен на полигон Тростенецкий и Прудища. Полигоны справятся, но срок эксплуатации полигона Тростенецкого сократится в два раза. Поэтому актуален вопрос выделения новых площадок. По словам чиновников, новые площадки для мусора ищут уже 8 лет. Город отходы увеличивает, но место под новый полигон не дает. Скептически к этой необходимости относятся и в области. В Совете Республики сегодня проблему захоронения твердых отходов Минска назвали одной из самых острых. К сожалению, сегодня мы видим большую инертность. Это касается не только города Минска, а многих местных исполнительных и распорядительных органов, которым проще дать команду на открытие нового мини-полигона или полигона, не задумываясь о том, что он также требует достаточных затрат на свое содержание. В Беларуси 169 полигонов и 450 мини-полигонов. Это одна из нескольких направлений работы жилищно-коммунальных служб. Самая близкая к человеку и самая проблемная сфера похожа на пороги больших перемен. Обговаривалась общая политика отрасли, механизмы привлечения в нее частников. Пора уже менять на сегодняшний момент стереотипы о том, что потребитель – это проситель, жалобщик или просто плательщик услуг. Потребитель на сегодняшний момент, мы считаем, это клиент, требующий к себе уважительного отношения и внимания. Защита прав потребителя – одна из приоритетных обозначенных проблем. Однако это двустороннее движение. Сейчас населением возмещается 75% стоимости услуг ЖКХ. С 1 января следующего года планируется выйти на стопроцентный уровень. Правда, до этого будет еще и индексация. Потребители с 1 сентября текущего года заплатят на 8% больше за коммунальные услуги. Но еще раз обращу внимание, что данная индексация или данный рост обусловлен ростом доходов населения, как это и предусмотрено действующим законодательством и той практикой, которая сложилась уже в течение нескольких лет. С 1 декабря мы планируем, опять же, исходя из того роста номинальной заработной платы, которая будет происходить, которую мы видим, мы оцениваем, что эта индексация составит порядка 10%. Соответствующим образом и повысится тарифы для населения. Работа по снижению затрат ЖКХ, а значит стоимости, один из приоритетов. Грядущий январский стопроцентный уровень возмещения цен на ЖКУ не будет касаться тепловой энергии. Сейчас это самая значительная статья расходов для потребителей. Прогнозируемую себестоимость 101 рубль тепловой энергии хотят довести до не более чем 80 рублей и активно вовлекать тепловую модернизацию граждан, ведь 94% жилфонда в частной собственности. Жилые дома отключают от неэффективных теплотрасс с переводом жилья на индивидуальную систему отопления. Эта работа проводится за счет средств бюджета. Граждане получают дополнительную выгоду, что могут самостоятельно регулировать вопросы теплоснабжения, самостоятельно начинать отопительный сезон, скажем так, и завершать его в тот период времени, когда им это, скажем так, более выгодно. В ближайшие недели должна пройти масштабная работа по согласованию единой политики ЖКХ, а также тарифной тетради, где по пунктам будет расписано, сколько что стоит. В Совете Республики было обозначено, что она должна быть объемной и подробной. На сентябре анонсировано большое совещание у президента на тему жилищно-коммунальных услуг. Евгений Горин, Тамер, Малак, телекомпания СТВ. Может ли кредит быть дешевле рассрочки? Крупные торговые сети страны проводят распродажи и скидки достигают 25%. Потребители озадачены. Условия продажи по картам лояльности и банковским займам разные. У какого финансового инструмента преимущества разбиралась наш экономический обозреватель Наталья Надольская? Наталья, вы лично чему отдаете предпочтение? Кредиту или рассрочке? Добрый вечер, Ирина. Тут важно определиться. Хотите сэкономить на покупке в целом, тогда это кредит. Хотите растянуть время возврата займа, тогда рассрочка. Картами рассрочки многих банков в дни скидок нельзя воспользоваться. А вот взяв кредит, можно сэкономить четверть от первоначальной цены. Разница для семейного бюджета может составлять до 200 рублей. Ежемесячные платежи по кредиту будут меньше, чем по картам рассрочки. Тротуары из использованных пакетов появятся в Гродно. Еще недавно отходы полиэтилена не относились ко вторичным материальным ресурсам и вывозились на свалку. Это и мусорные пакеты, упаковки из-под молока, тонкая хрустящая пленка. На новой линии завода по сортировке вторсырья все эти отходы измельчаются, перемешиваются с песком. Полученная смесь отливается в форму в виде тротуарной плитки. Просто экономично, экологично и недорого. Российская компания, которая купила права на образ популярного персонажа нидерландского ждуна, недовольна бесконтрольным распространением игрушки по территориям России, Беларуси и Казахстана. Белорусские производители парируют. Отечественный ждун просто похож на заморского. Изначально идея была сделать морского слона. Специалисты по авторскому праву рекомендуют предпринимателям, которые используют в производстве образы известных персонажей, получить на это разрешение правообладателя. Проще заплатить, чем снимать товар с производства. Излишки сельхозпродукции можно продать на крупном центральном продовольственном рынке на льготных условиях. Пенсионеры и инвалиды могут пользоваться торговыми местами бесплатно, продавая небольшой объем до 20 килограммов. Остальные платят 3 рубля в день за 2 квадратных метра торговой площади. У кого товара больше, аренда почти 9,5 рублей в день. Завтра с 9 до 11 утра не будет работать пункт пропуска Брузги. В это время пограничники рекомендуют выбирать ближайшие Бобровники на границе с Польшей и Привалка на границе с Литвой. Белорусы за три месяца получили из-за границы более 100 миллионов долларов денежных переводов. Цифра выросла по сравнению с первым кварталом на 7%. Всего с начала года в страну было переведено через международные системы более 200 миллионов долларов. Средняя сумма одного перевода в этом году 346 долларов, в прошлом 314, а еще годом ранее 341. Что же касается курсов валют, то по результатам сегодняшних торгов доллар подешевел на 71 сотую копейки и стоит рубль 93. Евро потерял столько же, сколько и доллар, завершив торги на уровне 2 рублей 27 копеек. Российский рубль растет, итоговый плюс 75 сотых копейки. Цена 3,26 за сотню. Таковы основные деловые новости четверга. Мы держим руку на поясе экономики. Ирина. Спасибо. С обзором деловых новостей дня была моя коллега Наталья Надольская. Шесть производителей и три крупных частника изъявили желание войти в фармацевтический холдинг. Напомню, указ о его создании недавно подписал глава государства. Холдинг придет на смену департаменту фармпромышленности. Он позволит объединить деятельность предприятий вне зависимости от формы собственности. Выработать единую экспортную стратегию ожидается, что в объединение войдут не только производители, но и компании, которые занимаются продвижением товара на рынке. Многие субъекты хозяйственной деятельности остаются за пределами нашего внимания. У них есть масса проблем, поскольку сама разработка у каждого предприятия является конфиденциальной. И многие к завершению данной работы видят, что этот препарат уже выведен на рынок. Это излишняя конкуренция. Многие наши коллеги думают, что выводя на рынок там пятый, десятый, либо шестой аналогичный препарат, будет снижение цены. Цена в любом случае будет балансировать на грани рентабельности плюсовых продаж предприятиям. На текущий момент по отдельным позициям предприятия реализуют товар с рентабельностью 5%, отдельные 10, 15, 20%. Таким образом, холдинг позволит избежать ненужной конкуренции, более четко определить перечень выпускаемых товаров, разработать схему удешевления. А кроме того, упрости для предприятий процесс регистрации препаратов. В свою очередь, это будет способствовать импортозамещению и росту экспорта. География наших фармацевтических поставок уже составляет порядка 30 стран. Беларусь рассчитывает на расширение промышленной кооперации со Свердловской областью. Об этом заявил премьер-министр на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора этого региона России. Андрей Кобяков и Евгений Куевышев обсудили вопросы сотрудничества. Основные направления – торговля, сельское хозяйство, ЖКХ, наука и образование. Страна готова применять в машиностроении российские пусковые системы, в свою очередь предлагая передовые технологии производства и переработки сельхозпродукции, а также технику для нужд АПК. У нас хороший потенциал развития торгового сотрудничества. Сегодня Беларусь готова предложить Свердловской области современную дорожную, строительную, коммунальную технику. Последние годы мы развивали ее производство, ориентируясь прежде всего на потребности российского рынка. В прошлом году исполнилось 15 лет с момента подписания соглашения по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Свердловской областью. Мы уже стали большими партнерами, соратниками и приправляемыми связями нашей экономики в гуманитарной сфере. И реализовали уже достаточное количество правил. Добавлю, Свердловской области и Беларусь имеют потенциал для роста взаимного товарооборота. Сейчас он составляет более 250 миллионов долларов. Эту цифру планируют увеличить вдвое. И сегодня руководитель Свердловской области принял участие в церемонии открытия памятника своему земляку, основателю ансамбля «Песниры» Владимиру Мулявиному. Музыкант родился в Екатеринбурге, где его по-прежнему помнят и любят, и где три года назад тоже была установлена скульптура в память об известном исполнителе. И вот сегодня уже при поддержке российской стороны такой памятник появился в Минске. Материал Виктория Ходосок. В концертном костюме с гитарой в руках, в глазах задумчивый взгляд. Таким образ Владимира Мулявина запомнился миллионом. Передавать эмоции на лице в точности скульптору и автору работы Александру Кострюкову помогало личное знакомство с музыкантом. Подсказывали и родственники «Песняра». «Я просил очень строго меня судить, потому что я могу заблуждаться, могу привыкать. Знаете, глаз замыливается, и поэтому они мне все говорили, что надо было с их точки зрения. Но практически замечаний не было, потому что я все-таки над образом работаю 14 лет уже». Памятник Мулявину в Минск привезли из Екатеринбурга. Малая родина музыкантов. Полностью из бронзы, два метра в высоту и весом почти в тону. Монумент разместили на бульваре имени знаменитого «Песняра» рядом с Белгосфилармонией. «Вот смотрите, у нас здесь недалеко как раз-таки три «Песняра». Янка Купала, Якуб Колос и Владимир Мулявин. И я думаю, что, наверное, будет такая вот у нас «Песняровская» здесь земля». «Давно уже должен был появиться этот памятник на самом-то деле». «Да, очень отрадно, что наконец-то он занял свое почетное место в нашем городе». «Даже дети маленькие танцуют под его песней. Это песни души, песни счастья. Поэтому мы его очень любим». Именно со сцены филармонии коллектив начинал свой большой творческий путь. Слава «Песняров» в 70-х было просто феноменально. Они получили признание не только в Советском Союзе, но и на Западе, где белорусский ансамбль ставили на одну ступень с Джоном Ленноном и Пинк Флойд. Нам белорусам верно пошанцевало, что такой великий музыкант приехал, остался у нас працевать, у нашей филармонии. И верно приемно и добро, что зараз мы открываем, помним яму, как наша талиновитая молодь, как яны памятовали, что был такой великий гений Мулявина». В этом году Владимиру Мулявину исполнилось бы 76, если бы не авария и тяжелая травма позвоночника. О нем говорили, да и будут говорить. Человек невероятного творческого диапазона. Композитор и дирижер, певец и гитарист-виртуоз. Никогда народные песни не исполнялись так современно. А еще создатель и руководитель одного из самых успешных ансамблей за всю историю Союза. Виктория Хатасок, Оксана Симашко, Сергей Васюкевич и Михаил Потягов. Телекомпания СТВ. И Гродно как международная образовательная площадка. Город стал местом встречи молодых людей, которые прибыли в Беларуси с более чем десятка стран. Разного возраста, профессии, взглядов. А вот что объединяет иностранных журналистов, инженеров, обычных студентов, знает Галина Буро. Это видео уже посмотрели сотни человек из разных стран. Американец. Джек Фордон приехал в Беларусь изучать русский язык. Заодно снял позитивный ролик о Гродно для своего интернет-канала. Молодой человек сейчас учится в Германии, изучает английский, немецкий, чешский. Летняя школа для Джека – путь к давней мечте. Прокачать как следует именно русский. У нас было в университете сообщение о том, что здесь будет летняя школа русского языка. Я уже знал, что в следующем семестре я буду изучать в университете в Санкт-Петербурге. Из этого я хотел немножко улучшить русский. Итальянец Джерардо Ченамо, как обычно, самым первым пришел в аудиторию. Уж очень ему хочется освоить довольно сложный для иностранца русский язык. Парень увлекается спортом и планирует стать переводчиком в футбольном клубе. А там надо знать несколько языков. Говорит, в вопросе русских падежей и окончаний выручает классика. Татстой, конечно. И моя любимая книга Анна Каренина. Вы ее на русском читали? Нет, по-итальянски. Но я надеюсь, что я буду читать Анну Каренину по-русски. Среди учеников летней школы поляки, японцы, французы, пакистанцы. В основном о курсах они узнали через университеты в своих странах, с которыми дружит Гродненский вуз. И все же, почему именно в Беларусь едут изучать русский язык? Руководители проекта уверены, успех в грамотно составленной программе. Для иностранцев Беларусь это несколько новая страна, незнакомая страна, или, во всяком случае, не так знакома, как Россия. Изучая язык, они знакомятся с новой для них культурой. И действительно, участники школы в Гродно получают немало бонусов. Новинка этого года изучение еще и белорусского языка. Это было пожелание самих участников предыдущих летних школ. Кстати, иностранцы говорят, что им нравится именно мелодичное звучание нашей мовы. При этом каждый день здесь приправлен белорусским колоритом экскурсии по музеям, изучение национальной кухни и старинной архитектуры. А пока мы снимали этот сюжет, снимали и нас. Джек Фордон готовит очередной ролик о белорусской жизни. В этот раз с участием нашей съемочной группы. Галина? Галина. Спасибо. От телекомпании СТВ. Да. Национальная телекомпания. Галина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Гродно. И в завершении выпуска мы возвращаемся к событиям в Барселоне. Напомню, в Испании фургон въехал в толпу людей. Как нам сообщили в белорусском посольстве в Испании, сейчас наши дипломаты установили контакт с местной полицией, чтобы выяснить, есть ли среди пострадавших граждане Беларуси. На этот момент известно, что на улице Рамбла проводится спецоперация. По неподтвержденным пока данным, несколько вооруженных человек забаррикадировались в одном из ресторанов и удерживают заложников. Очевидцы говорят, что слышали выстрелы. Появилась информация об одном погибшем. Около 20 человек ранены. Нам также удалось установить связь с нашим соотечественником, студентом из Минска Павлом, который сейчас находится в Барселоне. Павел, здравствуйте, вам слово. Спасибо. К событиям в Барселоне мы вернемся в итоговом выпуске новостей в 22.30.